Всем привет! В этом видео я расскажу вам различия США и России в быту. На сегодняшний день я нахожусь в России. Мы приехали сюда на долгие, недолгие каникулы. И поэтому у меня есть такая прекрасная возможность заново прикоснуться к нашей русской культуре, к русскому менталитету и посмотреть, что здесь делают люди немножко по-другому, как здесь немножко по-другому проистекает жизнь, сравнить ее Россию и Америку. Я знаю, что вы очень любите такие видео. Забегая вперед, хочу сказать, что абсолютно все, что вы услышите, это исключительно мое мнение, это исключительно моя призма жизни, то, как это вижу я. Возможно, у вас будет другая точка зрения, я с удовольствием ее прочитаю в комментариях, вы можете написать, возможно, какие-то дополнения, или, может быть, как вы по-другому это видите. Я с удовольствием это прочитаю. Что же в России мне удалось увидеть такого, чего я не могла найти в Америке? И первое, что было достаточно неприятно увидеть, это большое количество пивных ларьков и пивных магазинчиков. В Америке есть такой магазин, который называется Liquor Store. У нас, по-моему, это называется смешным словом здесь Alka Market. Для меня это тоже новое слово. В копилочку. Там продают, я не знаю, в России я здесь не была, в Alka Market, но, насколько я понимаю, там винные разные, там, возможно, и пиво продается. Я не знаю, оставьте в комментариях, продают ли там пиво. Я не знаю, но я знаю точно, что пивные ларьки, они выносены отдельно. Их такое огромное количество, и ты анализируя количество точек на квадратных метрах, километрах, ты понимаешь, что, значит, есть большой спрос. Значит, огромное количество людей пьют пиво. Но я понимаю, что в Америке его, скорее всего, тоже пьют. Но дело в том, что, когда это завуалировано в каком-то магазине, это не настолько продающе, продвигает не совсем здоровый образ жизни. Следующий пункт, связанный непосредственно тоже с алкоголем. Я один раз здесь каталась на автобусе. И вот пока я ехала, за 40 минут на сидение позади меня село два мужчины, от которых пахло перегаром. И причем они были между собой, не друзья. То есть один выходил, другой заходил. И это было пятница утра. Я, конечно, понимаю, что это пятница, но в любом случае для меня уже я забыла, как это вообще, вот этот запах перегара, еще и общественный транспорт. Надо сказать, что пока я жила в Америке уже почти 10 лет, такого жесткого перегара я не встречала. Но сейчас скажу большой плюс в пользу тех парней, которые пахли перегаром. Они вставали и уступали свое место старшему поколению. И это плюс большой я отношу нашей молодежи. Они заботятся о старшем поколении. Они знают, что нужно уступать место старшему поколению, которому сложно стоять. И это, безусловно, идет плюсик в их копилочку. Меня это приятно удивило. Потому что, к сожалению, в Америке я не часто вижу, как мужчины или... Как правило, это женщины уступают места. А вот мужчины почему-то не так часто. Особенно где-то в Нью-Джерси, где люди привыкли к собственному комфорту и не готовы пожертвовать им. А здесь, в принципе, в России чувствуется, что люди готовы жертвовать собственным комфортом в году какого-то большего, да, чего-то комфорта. Или в целом в году старшего поколения. То есть это тоже такое приятное наблюдение. Следующий пункт, он, наверное, объединяющий многие поколения. Молодежь тоже. Но я не знаю, наверное, к какому-то поколению не отнести. Это такая излишняя показушность. Я думаю, многие это отмечают, когда привыкли к европейскому образу жизни или к американскому образу жизни. Когда, в принципе, в толпе незаметно, сколько ты зарабатываешь, какой у тебя статус социальный. В общем, какие-то такие вещи социальные, они незаметны в манере, как ты себя ведешь, как ты одеваешься, как ты водишь машину. То здесь, безусловно, здесь немножко стирается. Я уже немножко забыла, кто есть кто. Потому что есть люди, вроде бы, которые хорошо зарабатывают, но ведут себя, продолжают очень нагло на дороге, например. Это, кстати, другой пункт о том, как здесь водят машину. Очень неуважительно, хотя в Краснодарском крае считается в целом, что вот если с Новосибирском сравнивать, то в Краснодарском крае люди более спокойны, более уважительно. Но все равно это бросается очень сильно в глаза, как люди считают, что они могут обогнать всех и стать впереди. Ну, такое в Америке тоже возможно есть, но это прям такие вкрапления и такие исключения из тысяч, что они не бросаются в глаза, да, вот когда такие самые умные. Как будто им больше всех надо. Это, конечно, такое глубокое неуважение к другим людям, которые стоят в очереди. Здесь такое наблюдается, как и в поликлинике я ходила. Встаешь впереди очереди, не обращая внимания на других. Исторически, наверное, как-то подкреплено, что люди пытаются пробиться, готовятся к трудностям, сложностям и не до конца уважают границы, личные границы других людей. Это, конечно, чуть-чуть расстраивает, но я думаю, что здесь есть большой плюс, который я заметила. Опять-таки возвращаемся к молодежи. Молодежь, видно, что гораздо более вежливая, нежели старшее поколение. Вот даже находясь в поликлинике, ты видишь, как молодое поколение спокойно стоит, очень уважительно разговаривает с докторами, ни с кем не ссорится, они стоят и ждут. Возможно, нет такого опыта борьбы, но все же в целом видно, что есть ощущение, что как будто бы молодежь более воспитанная, более сдержанная и более уважительно относится к другим. Хотя, казалось бы, старшее поколение должно учить нас, как быть. Здесь же приятный плюс у молодежи в том, что молодежь сейчас, видно, что они, ну, понятное дело, что современные, они на то и молодежь, но они стремятся к развитию себя. Я вижу, что большое количество молодежи здесь, в России, они хотят учить английский язык, они пытаются найти то, что им нравится, они изучают и пользуются таким информационным потоком, как полагается, да, то есть с умом. И это классно, что молодежь, она развивается и что они более, скажем так, еще другое вот наблюдение, что они взрослеют гораздо быстрее, чем в Америке. Я вот вижу, девчонки идут 13-летние, ну, видно на вид, они уже, конечно, по ним вот здесь не видно, что они 13-летние. Если в Америке в 13 лет они еще бегают на детских площадках, то здесь, в России в 13 лет тоже такие девушки, они на тебя очень внимательно смотрят, как ты накрашена, что ты одета. Они анализируют, у них уже есть какие-то такие женские ужимки, и это говорит о том, что наша молодежь гораздо быстрее взрослеет, а девчонки наши, русские молодые, гораздо приятнее одеваются. Видно, что они, возможно, у них нет столько возможностей, как есть, допустим, у американских их одногодок, но, во всяком случае, у них есть желание. Они одеты очень модно, они стараются, в общем, как-то себя показать, в то время, как у, как я говорю, у 13-летних девчонок в Америке, они еще бегают на горки, в леггинсах, как их мама одела, и, в принципе, их не заботит никакой там ни макияж, ни прически. Безусловно, я говорю в таком общем, да, общую картину, потому что, конечно же, есть везде исключения из правил, но вот то, что мне бросалось в глаза, я с вами делюсь. Когда ты живешь в стране, где у людей есть возможность это, но уже нет желания, и когда ты приезжаешь сюда, ты видишь, что у людей нет возможности, но есть желание, это бросается немножко в глаза. Я где-то посередине, я тоже люблю бренды, но, с другой стороны, я, если нахожу какую-то вещь, которая без бренда, наверное, я даже буду более счастлива купить ее за меньше деньги, но хорошего качества. Следующее такое приятное и неприятное наблюдение, это касается, как правило, старшего поколения, которые хотят научить вас, как жить, как должно быть, и они не пройдут мимо, чтобы не сказать вам, как нужно это сделать. Безусловно, в американском обществе это не принято, никому нет дела, да и вообще, если бы даже было дело, никто бы вам об этом не говорил. Здесь можно долго спорить в том, как правильно, как неправильно. Я понимаю, что мы все дети той культуры, из которой мы выходим, но когда есть возможность пожить в некоторых менталитетах, ты понимаешь, что каждый менталитет имеет какую-то свою целесообразность, да, наверное, не стоит лезть в дела других людей. Но, с другой стороны, возможно, не всегда в нашем понимании красиво стукачут на других. Например, мы с мужем, у нас наверху соседи очень громко себя вели, без конца и края, что там мебель переставляли. В общем, мы долго ждали, когда они сами успокоятся, но уже был потом момент кипения, когда это было уже невозможно, и мой муж решил сходить и напомнить им о том, что мы все слышим, и, в общем-то, вам нужно обзавестись коврами. Нам очень повезло, что эти люди были индусами, а не американцами, потому что они не обратились в полицию, потому что в целом в Америке, если бы так к вам пришли и сказали, что вы там, в их, в обществе это было бы как угроза, как мне угрожали. Мне пришли соседи, сказали, там, не двигайте. То в русском обществе, если бы я пошла, то есть что нам нужно было в Америке сделать? Нам нужно было позвонить в управляющую компанию нашего дома, чтобы они разобрались с ними, написали. То есть там бы даже непонятно было бы, кто это сделал. То есть это анонимно. Но в России это бы, наверное, воспринималось как такое стукачество, да? А во всяком случае, в большинстве случаев люди постараются сначала самостоятельно разобраться с проблемой, а потом уже приглашать какие-то третьи лица, если им этого не удалось сделать. Плюс есть и там, и там просто наблюдение о том, что как мы по-другому видим и участвуем в жизни других. И, наверное, последнее наблюдение – это активный рост города. Она растет настолько быстро. Каждый год, когда я приезжаю, я смотрю, что новые дома все растут и растут и растут, и все больше, больше, больше. Это, конечно, очень классно, очень приятно видеть, что страна развивается. Есть рост, есть желание, какие-то амбиции города. И это очень круто, и это очень приятно видеть, что это неувидающая страна, а наоборот растущая. Я очень надеюсь на светлое будущее России. Кто знает, возможно, мы когда-то тоже будем жить в России. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, оно было полезным, интересным, в какой-то степени развлекательным. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в следующих видео и на Инстаграме. Пока-пока!